Такое юмористическое. Сказка по-новому. Начать хотелось словно Пушкин. Вот остров над пустыней вот, А за мостками там избушка, Где верно с бабкой дед живёт. Но вышло и смешно, и мелко, Забыла я про век и год. Там на избушке той тарелка, А над избушкой самолёт. И второе стихотворение не здесь, Но описанное раньше. Называется «Ироническая лунная элегия». Ах, зависят даже сны от присутствия луны. Как луна пойдёт на убы, Замечали я давно. Мелкие чувства, сухие губы, И всегда горчит вино. А как станет прибавляться На растущей на луне, Соблазнять или смеяться Ничего не стоит мне. Наступает полнолуние, Вновь шаги мои легки. Скоро стану я колдуньей, Разбегайтесь, мужики. Я не устаю говорить о том, Что наш теплоход удивительный. Видимо, его название привлекает к нам Много иностранных туристов. Вот за эту навигацию Кого только у нас не было. Сейчас на теплоходе у нас сидят, Вы знаете, голландцы, По-моему, англичане. Вы из Ингландии? Откуда вы? А, итальяну. А кто-то, говорят, Мне есть у нас и англичане два сидят. И итальянцы у нас есть, друзья. Но как же не воспользоваться И не послушать прекрасную Итальянскую канцону, Итальянскую мелодию. И поет для вас Жанни. Да. Писка называется «Летаю» или «Кантары». «Летаю» или «Кантары». Penso che un sogno così Non ritornerà più Mi dipingevo le mani E la faccia di blu Poi d'improvviso Venivo da un vento rapito E incominciavo a volare Nel cielo infinito Volare Субтитры создавал DimaTorzok